Детская библиотека номер 9, округа Майская Горка, представляет Тепло ли в ледяной избушке? История Игла У каждого живого существа на нашей планете есть свой дом. Нора, дупло, берлога, пещера, гнездо. Всего и не перечислишь. А как же человек? Видимо, когда-то люди придумали защищать огонь от ветра ветками и камнями. Так появилась первая стена. Но огонь нужно было берегать не только от ветра, а еще и от дождя. Тогда появилась крыша. Потом придумали двери, и уже в последнюю очередь в человеческом жилище появилось окно, чтобы смотреть из своего уютного и безопасного дома на мир. Каким быть дому, зависит от тех природных материалов, которые может найти вокруг себя человек. В горах дома сделаны из камня и глины. На равнинах – из дерева. Есть дома из кирпича, из веток. А из чего делать укрытие от жестоких ветров среди царства холода, снега и льда? Оказывается, и в таких суровых условиях тоже живут люди. Есть один северный народ – эскимосы, которые придумали замечательный дом, который можно построить из того материала, который в огромном количестве имеется на бескрайних снежных просторах. Так появилась иглу. Это куполообразный дом, построенный из снега. Там, где нет леса, эта постройка способна спасти от холода зимней ночи. Высота иглу обычно составляет один человеческий рост, а диаметр зависит от количества людей, устроившихся в ней на ночлег. В ледяном доме северные хозяйки умудрялись достигать максимум возможного комфорта и уюта. Раскладывались меховые шкуры, разводили огонь. Становилось тепло и светло. Стены от огня не могут растаять, так как суровый мороз снаружи не дает им такой возможности. Дома делали совсем небольшими. В максимальной точке купола едва умещался стоящий человек. Так его легче было обогревать и сохранять ценное тепло внутри. В куполе, чтобы поступал необходимый для дыхания воздух, прорезалось отверстие. Спать обычно семья укладывалась напротив него на лежанках и снежных блоках, покрытых шкурами. Оленьи шкуры укладывались двойным слоем, причем нижний слой укладывался мездрой вверх, а верхний мездрой вниз. Иногда под шкуры подкладывали старую кожу с каяка. Такая трехслойная изоляция служила удобным и мягким ложем. Таким образом, и снега, и с кемосы строили целые деревни. Интересно, что даже коротким прохладным летом плотный снег, из которого состояли стены домов, не успевал растаять. Ночью одна свеча, зажженная в хижине, ярко озаряет белоснежный свод, и на стыхах кирпичей этот свет пробивается через более тонкий слой снега. Снаружи, в морозной темноте ночи, иглу светится паутиной размытых линий. Это поистине необыкновенное зрелище. Не зря же Кнут Расмусен назвал иглу храмом праздничной радости среди сугробов снежной пустыни. Сейчас, конечно, иглу становится все больше романтикой, чем необходимостью. Многие современные люди с удовольствием едут на север, чтобы попробовать переночевать в снежном доме, построенном своими руками. Местные жители так говорят туристам. Да будет тепло вашему иглу, масло вашей лампе и мир в вашем сердце. Этими словами эскимосы желают добра и счастья. Давным-давно японцы тоже строили дома из снега. В них ночевали в те дни, которые считались по местным обычаям неблагоприятными. Очень хорошее средство от неудач. Придут неудачи, посмотрят туда, сюда, а дома никого и нет. В снежный домик неприятности, видимо, заглянуть не догадывались. В праздник Камакура Мацури современные японские дети тоже строят дома из снега и вешают колокольчики на две резонавески из синей ткани. Они играют и даже ночуют в снежных домиках, а взрослые приходят в нем в гости с подарками. Дома могут многое рассказать о людях, которые их построили, как они жили, во что верили, на что надеялись и что любили. Но среди множества домов всегда есть самый главный, самый лучший. Это родной отчий дом. Он может быть не очень большим и не самым благоустроенным, но только там человек себя чувствует лучше всего. Только там ему бывает спокойно и безопасно. В этом доме мы счастливы, потому что он наш. Субтитры создавал DimaTorzok